В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Здравствуйте. Трагедия в столице. Двухлетняя девочка, которую мама оставила у подруги, попросив присмотреть за ребенком, была найдена мертвой. По данным полиции, все произошло еще в субботу, но тело малышки обнаружили только в воскресенье вечером возле пивоваренного завода на улице Узинилор. Подозреваемые и ее возлюбленные избили девочку до смерти, потому что она плакала. А затем придумали для матери историю, сообщив ей, что отвезли ребенка к отцу в Ниспарены. Однако мама девочки там ее не нашла. Заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию. После допроса 19-летняя подруга матери показала сотрудникам правоохранительных органов, куда выбросила тело. Подозреваемые были задержаны на 72 часа. С сегодняшнего дня поставки природного газа в Молдову идут по новому пятилетнему контракту, заключенному с «Газпромом» 29 октября. Как заявил на специально созванной пресс-конференции вице-премьер Андрей Спыну, в ноябре закупочная цена у российского концерна составит около 450 долларов за тысячу кубометров. В декабре Молдова будет платить порядка 400 долларов. В связи с выросшей стоимостью, по словам вице-премьера, уже в этом месяце тарифы на газ для конечных потребителей увеличатся. Тариф вырастет по двум причинам. 20 врачей и медсестер, а также 7 сотрудников СМУРТ отправились сегодня, 1 ноября, в модульную больницу коммуны Лицканы, Жудец-Аясы, чтобы продолжить помогать румынским коллегам в борьбе с распространением пандемии. Они заменят предыдущую группу молдавских медиков, которые уехали в Румынию 18 октября. В первой бригаде было 11 врачей, 11 медсестер и 10 фельдшеров. Согласно официальной информации, команда медиков едет на добровольной основе. Посол Румынии в Молдове Даниэл Иоаннице выразил благодарность за отношения, которые проявил медицинский персонал. Цитата. «Мы гарантируем, что это не будет забыто», заявил дипломат. Сообщается, что командировка новой группы продлится до 14 ноября. Ситуация в столичных больницах, куда госпитализируют пациентов с диагнозом COVID-19, очень сложная. Серьезной проблемой остается отсутствие необходимого медицинского оборудования и источников кислорода. Кризис усугубляет нехватка противовирусных лекарственных препаратов, которые включены в национальный протокол лечения от коронавируса. Об этом заявил исполняющий обязанности главы муниципального управления здравоохранения Борис Гылко на еженедельном заседании премырии. Муниципальные власти сообщили, что сталкиваются с рядом проблем в медицинских учреждениях столицы. Одной из них является нехватка источников кислорода. Происходит это на фоне растущего числа пациентов, поступающих в отделение интенсивной терапии и ухудшения самочувствия инфицированных, которые проходят лечение дома, поскольку им также необходим дополнительный кислород. Борис Гылко, исполняющий обязанности главы муниципального управления здравоохранения, отметил, что все еще необходимо оборудовать центр COVID-19 на Молдекс по кислородной станции. Это очень и очень сложная ситуация. У нас никогда еще не было таких. Основной проблемой остается отсутствие оборудования и прежде всего нехватка источников кислорода. Это очень важно, так как есть много пациентов, которым не хватает места в отделениях интенсивной терапии, чтобы спасти их жизни на нужные пункты кислородной поддержки. Ранее министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что после консультации со специалистами было установлено, что по техническим причинам установка кислородной станции в центре COVID-19 на Молдекспо невозможна. Она пояснила, что стены сооружения не бетонные и сети не соответствуют требованиям. Более того, учреждение является временным подразделением с медицинским профилем, которое изначально предназначалось только для сортировки больных. Борис Гылко также сообщил, что ситуация довольно тревожная и с обеспечением лекарственными препаратами. У нас недостаточно лекарств, которые включены в национальный протокол лечения COVID-19. Я имею в виду противовирусные препараты. Я обратился к коллегам из министерства обеспечить доставку этих медикаментов. Пока министерство не отреагировало на запрос чиновника. С 1 ноября в столичной больнице с Финдатриями на 7 этажах будут находиться отделения только для больных COVID-19. Для этого переоборудовано 200 мест. Остальных пациентов в субботу перевели в другие секции больницы. Информация об этом была размещена на странице учреждения социальной сети. Лидер партии Шор Илон Шор обвиняет правящее политформирование действий солидарности в отсутствии транспарентности в газовом вопросе и требует от властей обнародовать все детали контракта, подписанного правительством Республики Молдова и Газпромом. По его словам, граждане должны знать, каковы условия договора и какие обязательства взяли на себя власти от их имени. В видеообращении, опубликованном на его странице в социальных сетях, Илон Шор спрашивает, есть ли у властей план поддержки населения, учитывая, что с декабря счета за тепло вырастут как минимум в 2,5 раза. Господа Испас, вы всегда говорили о отсутствии транспарентности у других. И сегодня вы показываете пример полной отсутствия транспарентности у вас. Сегодня вы фактически применяете двойные стандарты. То есть для кого-то отсутствие транспарентности, по вашему мнению, это нормально, а для вас отсутствие транспарентности, это просто супер. Поэтому просим раскрыть детали обществу контракта, который был подписан между Республикой Молдовой и Газпромом. Шор напомнил, что до сих пор не был представлен план по поддержке населения. Более того, он обвинил парламентское большинство ПДС в том, что проект партии Шор по компенсации разницы в тарифах был отклонен дважды. Мы все с вами прекрасно понимаем, что цена в любом случае поднялась в два с половиной раза. Мы понимаем, что это повлечет за собой увеличение тарифов, резкое увеличение тарифов, которые люди уже в декабре на себе ощутят. При этом вы неоднократно отклоняете законопроект партии Шор, который предполагает компенсацию тарифов для населения. У меня вопрос. У вас есть четкий план, как люди будут выживать в условиях того, что тариф на тепло будет в два с половиной раза выше? Илон Шор задал вопросы на фоне того, что депутатская фракция от партии Шор зарегистрировала в парламенте закон, который предусматривает полную компенсацию разницы в тарифах на природный газ и теплоэнергию, используемую всеми бытовыми потребителями. Депутаты от партии Шор подчеркнули, что поддержку должны получить все граждане, а не только определенные социальные слои, как заявила премьер-министр Гаврилица. Иначе, по словам законодателей, страна и ее народ рухнут. Предложение фракции набрало всего 24 голоса, что было недостаточно для включения инициативы в повестку дня парламента. Илон Шор раскритиковал и то, каким образом велись переговоры с Газпромом по новому газовому контракту. Вы знаете, мне смешно было смотреть, как от лица Молдовы переговорщиками выступают два человека. Нет, конечно же, господин Спынов, это правильно и нормально, он является курирующим вице-премьером. Но когда я увидел на переговорах с молдавской стороны господина Чебана, являющая непосредственным сотрудником Молдова-Газа, это было то же самое, что отправить от лица оппозиции вести переговоры Игоря Гроссу с Майя Санду. По словам Илона Шора, из-за бездействия властей в вопросе регулирования цен, весной страна может столкнуться с беспрецедентным кризисом, который может привести к девальвации национальной валюты. Сегодня рост цен катастрофичный. Все это приведет к нехватке денег. Скорее всего, придется включить печатный станок. Включив печатный станок, мы получим девальвацию лея. И к весне мы его можем, имеем шанс, получить за 1 евро 40 леев. Следить онлайн за передвижением кишиневских троллейбусов пассажирам уже не удастся, так как GPS отключены. Впервые за два года компания «Транспорт Электрик» не продлила соответствующий договор на обслуживание сети. Уже несколько дней пассажиры столичного транспорта, не могут следить в режиме онлайн за передвижениями троллейбусов. Мобильное приложение не работает, так как «Реджия Транспорт Электрик» не продлила контракт с компанией, которая внедрила соответствующую услугу. Граждане быстро привыкли к комфорту и также быстро почувствовали отсутствие удобной услуги. «Троллейбус 35 маршрута очень редко ходит, и я обычно смотрел в приложение. Теперь не знаю, как узнать, когда он подъедет. Да, сложно планировать время». «Было легко, открывали приложение, отмечали пункт А и пункт Б. Было понятно, сколько ждать. Сейчас оно не работает». Электронная панель, установленная на вокзале и отображавшая в режиме реального времени поминутную информацию о прибытии троллейбусов, не работает уже давно. Здесь теперь можно увидеть только расписание движения общественного транспорта, хотя точно такая же информация есть и на самих остановках. Однако именно мобильное приложение давало точную картину транспортного потока. «Не соответствует, не соблюдает график». Несмотря на то, что приложение не работает уже два месяца, генпримар столицы пока на это не отреагировал. Однако ранее говорил об ответственности муниципалитета перед гражданами. «Люди привыкли к мобильному приложению, и мы несем ответственность за то, чтобы у пассажиров была возможность следить онлайн за движением общественного транспорта, расписанием, знать стоимость и длительность поездки», заявлял Ион Чибан. «Мы попытались узнать у представителей Реджи и Транспорт Электрик, с чем связаны изменения. В ответ услышали, что предприятие работает над решением текущей проблемы». «Идет поиск решения проблемы. Ответственные службы муниципия работают над улучшением системы, которая позволит визуально мониторить движение транспорта». Представитель РТЭК не сообщила, почему контракт с компанией, которая уже запустила эту услугу, не был продлен. Также она не разъяснила, был ли объявлен тендер, чтобы найти другого подрядчика. По ее словам, переговоры по этому вопросу только начинаются, а приложение прекратило полноценно функционировать два месяца назад. «Мы попытались связаться с экономическим агентом, заключившим договор с Реджи и Транспорт Электрик Кишинел. Нам пообещали перезвонить, но не сделали этого». Внимание водители! Начиная с 1 ноября и до 31 марта необходимо ездить с включенным ближним светом фар даже днем. Об этом правиле дорожного движения напомнили в полиции. Решение принято из-за того, что в холодный период года на дорогах ухудшается видимость в связи с нестабильной погодой, дождями и туманами. Так как синоптики пока не прогнозируют снег или гололед, водителям еще нет необходимости менять летние шины на зимние. В то же время полиция настоятельно рекомендует шоферам проявлять максимальную осторожность, соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скорость. На этом все к этому часу. В студии была Ирина Варсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 21.00 и в 10 вечера на Архии ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»